всем привет с вами аня и вы на канале нюта хендмейт девчонки начиная видео с покупочки я думаю это хорошая традиция будет не смогла я удержаться от этой покупки давно давно мне она нравится это чудесный игла наборчик и вот такой вот замечательный это не венок часы до украшенные украшенные ягодами шишками бантом и прекрасная птичка снегирь сидит время рождества называется вот такой вот небольшой дизайн я себе приобрела и буду начинать его в самое ближайшее время в качестве для уже для новогоднего настроения скажем так у меня нет цели этот набор закончить в этом году он у меня плавно я думаю перетечет уже на каникулы буду там вышивать посмотрим дизайн здесь небольшой работа будет 17 на 22 сантиметра но это на 14 канве которая вложена в наборчик давайте открывать смотреть что же там вот такой вот задничек чудесная игла не боится показывать свои схемы немножко пошурши так что у нас идет превью так наоборот вот такая вот схемка схемка крупная цветная я уже вышивала чудесную иглу мне все в нора мне очень нравится их сме и схемы я не делаю никакие ксерокопии заказа чёркиваю просто карандашиком а то и вообще не зачеркиваю очень хорошая схема ключ я вам скажу в основном это полный крест в две ниточки блендов по моему 2 2 бленда в этом наборе всего лишь больше блендов нет вот по технике но так смотрю конечно есть бы кого-то чтобы обозначить веточки все бантики нет ну байк в основном на веточках его несколько видов но он минимальный скажем так так откладываем схемку не посмотрим на нитки я еще сама внимательно не смотрела будем вместе с вами смотреть так ниточки 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 все красивые рождественские новогодние даже две палетки вот так вот я думал одна нет две здесь 26 цветов получается у нас вот такие вот ниточки посмотрите много красных много зеленых но этой принципе предсказуемо и синие это абсолютно традиционные цвета на новый год до красный зеленый и синий иногда еще золотой но золотого у меня здесь нет практически так что вот такими ниточками ну да все эти нитки как раз и будут использоваться так нарезка вроде хорошая длинная смотрю в принципе каратышей никаких нет да не вижу по крайней мере карты а вот в красном красном есть каратышка вот цифра 5 наверное его очень мало используется расположили меньше всех так в принципе все остальные ниточки вроде как длинные почему мне понравился этот дизайн он мне напоминает советские открытки вот очень классно как-то вот ностальгия такая хотя время советское но пришлось на мое раннее раннее детство да практически я ничего не помню я помню уже ближе к ну к 2000 годам с 95 наверно как-то я осознанно вот но все равно находя какие-то подобные открыточки у бабушки где-то и прямо вспоминаю вспоминаю это время когда посылали друг другу открытки по почте поздравляли друг с друга с днем рождения с праздниками вот такая вот открыточка я ее буду оформлять я думаю багет на следующий год в прикладной нет я видела оформление чудесные иглы она представляла и в багет и в подушку в я не вижу мне кажется это прям багет багет потому что время вот здесь указано без пяти 12 очень красиво будет вот так вот оформить и повесить будет здорово для настроения самое то вот самое интересное это канва канва здесь 14 каунта и она достаточно большая большой отрез здесь она ну понятно дело жесткая очень цвет у нее знаете какой нежный нежно-голубой очень приятный цвет очень приятный цвет я сначала вообще думала что в наборе будет белая канва когда увидела вот это превью но потом просматривая фотографии отшивов оказывается канва да голубоватая это конечно меня немного смутило потому что я хочу менять основу здесь на мой взгляд идеально будет лен вот идеально будет ли он даже белый лен но конечно голубой ли он был бы вообще отлично и знаете мне кажется даже было бы хорошо на натуральном линии вышить или цвет горлицы вот я вышивала до чудесные иглы он вообще классный оказался цвет классная основа то есть такой сюжете очень разносторонний просто на белом он выглядит достаточно торжественно по праздничному она например натуральном линии цвет натурального льна он будет более такой в примитив уйдет немножко дизайн на мой взгляд вот что же я буду делать у меня нет белого льна и нет голубого льна заказывать ради этого дизайна я не хочу меня основ вообще очень мало у меня нет запасов основ я обычно заказываю под конкретный сюжет вот который хочу ушивать и что я буду делать сегодня я побежала в леонардо за краской у меня вот есть такой кусочек линды он ну я не помню сколько но вот судя по размеру сюжета мне здесь как раз хватит так что то я все накидала вам наверно ничего и не видно вот он такой небольшой кусочек льна льна говорю линды это 27 каут по моему да если я не ошибаюсь и вот на нем я хочу вышивать но я не хочу вышивать на белом цвете буду вышивать и сначала его нужно покрасить этот отрез покрасить вот в такой вот примерно примерно нежно-голубой который идет в наборе и что я для этого купила вот такая вот красочка мне сегодня попалась на глаза в леонардо идея называется да да по моему цвет 504 королевская голубая цвет меня вообще потряс он такой красивый нежный нежно-голубой такой пастельно-голубой цвет и покупала то я на глаз я еще не скрывала набор я примерно понимала какой там цвета основы будет конвы и вот так вот приложив почти один в один но этот конечно насыщенно по ткани не пошел очень насыщенная краска но если вот я буду ее разбавлять принципе я думаю у меня должно получиться вот такой вот нежно-голубой оттеночек как темно и даже не как сейчас попробую другой свет включить вот наверное так поэтому буду сейчас экспериментировать уже достала с балкона банку свою которую используют для покраски она уже нормально остыла комнатной температуры можно сливать принципу теплую воду вот такие вот мои эксперименты я пошла красить и уже мне не не терпится сделать первые крестики ну вот девчонки что я хочу вам показать я вышиваю скатерть с новогодним веночком от анны пету новый и вот посмотрите я на каком уже участке мне осталось буквально чуть-чуть вообще я уже замыкаю круг получается замыкаю этот веночек и у меня осталось здесь три хлопка вышить и вот сюда ягодки от пуансетти и все веночек будет все крестики на веночке будут сделаны но это еще не все там очень-очень много бека очень много бека даже вот по саге если посмотреть то есть мне осталось вот так вот лучше сделаю вот остался все маленький кусочек но если посмотреть сколько же это процентов то вообще только 67 процентов на данный момент у меня выше то это конечно потрясающе я понимаю что остальные 30 процентов будет black будет black и самый ужасный он будет именно в шишках там очень 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 много вот его очень много вот этих завитков я даже не знаю у меня есть такая мысль может вообще без бека оставить этот венок но нет нет он все равно смотрится незавершенный хотя мне хочется очень распялить уже это скатерть и посмотреть круг посмотреть полностью эту работу но пока не буду здесь удачно вот эти пальцы подошли норги которые его показывала они большого диаметра и мне как раз вот сейчас хорошо будет даже перепяливать наверное не придется а нет придется чуть-чуть совсем потому что здесь уже вот и тут под пальцами вот здесь уже тиски неудобно будет а может перевернул просто немножко по-другому ну посмотрю не хочется разворачивать всю эту бандурину вот я очень рада очень-очень-очень буду делать дальше крестики но наверное уже не сейчас я и так уже где-то минут сорок уже вышиваю принципе нормально вот до следующего включения ну вот я вернулась посмотрите с какой красотой я вернулась да я наконец-то закончила этот веночек но мне очень нравится это дизайн вот анны пету новой не помню говорила ли я или нет это 27 каунт линды белого цвета вышивала на нем и этот веночек у меня отшиты уже здесь все крестики я постирала и вот все высохло я решила вам показать посмотрите какая красота получилась мне очень-очень нравится здесь все что я люблю это и хлопок и вот эти вот шишечки пуансетти ягоды вот по цветовому сочетанию мне очень все нравится в диаметре после стирки у меня веночек получился где-то около 28 сантиметров он не очень большой я почему-то думала что он будет больше превью у меня нет так как это авторская авторский дизайн да поэтому все у меня в саге вышивала я по саге здесь в основном по технике только лишь полный крест в две нити и полукрест тоже в две нити больше ничего такого нет и огромное количество бэкстича девчонки огромное количество я еще не делала бэкстич специально постирала у его неимоверное количество именно в шишках вот я посмотрела по саге в шишках просто вот чтобы выделить каждую шишечку там очень-очень много бэка я собираюсь силами собираюсь с мыслями пока не приступаю к бэку даже не знаю буду ли я его делать вот хотела с вами посоветоваться в принципе он мне и так уже нравится но конечно если сделаешь бэк все выделиться несомненно все выделиться и еще выделиться бэком я посмотрел вот то что я вышивала полукрестиками вот как веточки да вот здесь видите разные такие участки это вышивка полукрестом бэком это все обрамляется и получается дополнительный объем это своего рода такие просто веточки еще будут а по всему венку разбросаны тоже конечно будет красиво очень вот и идея у меня оформление это в скатерть как я уже говорила в принципе до нового года до праздников если даже не на новый год я его сделаю этот бэкстич принципе время у меня есть сегодня да ну чуть больше чем половина декабря прошло в принципе в запасе время есть вот но чисто морально вот я не очень люблю бэк поэтому я долго к нему всегда готовлюсь сейчас поближе вам поднесу покажу как он выглядит вот такая вот работа ягодки такие сочные яркие акцентом просто в этом веночке хлопок своими цветами разбавляет это этот контраст и мне это очень и очень нравится красивая работа я вот ее сложила всю эту линду она у меня отрез сейчас метр на метр я просто сложила иначе не знаю как показать вам вот такая вот работа я еще думаю над оформлением если у меня линда вот метр на метр это немного для скатерть это даже очень мало то есть либо стелить стол каким-то какой-то скатертью однотонной да и поверх вот например если на прямоугольный стол поверх ромбом постелить вот эту вот скатерть будет очень красиво но я хотела его вот на кухонный столик на котором сейчас снимаю он у нас круглый и диаметр у него где-то 75 по моему сантиметров вот я уже заказала на вал берез мягкое стекло под него чтобы положить на вышивку не бояться ее испачкать вот тоже посмотрю что придет еще не забирала и вот это скатерть метр на метр она маловато для моего стола в любом случае и надо что-то думать либо удлинять тканью но мне это не хочется делать я просто какая мне идея по кругу да вот скатерти когда я все сделаю я просто куплю широкое такое кружево прям сантиметров ну 10 и нашли по периметру этой скатерти тоже как бы своего рода будет удлинение ее и все равно наверное придется еще под низ какой-то скатерть стелить однотонную может это будет какая-то серая потому что здесь в хлопке много серого либо будет у меня вот кухня примерно вот такого цвета как розы только чуть темнее баклажан цвет может быть такую какую-то цвет льна купить и тоже будет красиво а поверх вот это вот скатерть будет стелиться с широким кружевом вот пока у меня такие вот размышления я не знаю кружева белого найти давно не могу смотрю уже смотрю везде в основном цвет кружева льняной такой цвет молочный а вот чисто кипельно-белого нет не нахожу мне хотелось именно белое чтобы как бы длинить да уж ну понимаете вот такая вот работка еще раз полюбуйтесь на нее я вот не могу на нее налюбоваться тем более когда я вышивают я его помню в сентябре я начала вышивать этот венок потихонечку продвигала и я его не видела можно сказать он у меня скатерть а была подвернута под пяльцы я не видела этот венок и когда конечно открыла постирала все краски заиграли и он очень красивый в принципе если я совсем у меня не будет времени и желание делать бэк я думаю так оставлю в принципе такой будет винтажный веночек ничего страшного но посмотрю я не буду загадывать потому что у меня девчонки поделюсь большой проект швейный и мне сначала его надо закончить потом уже все остальное вышиваю но вышиваю сейчас в основном малышки пока на такое вот большое времени совершенно нет вот с этой скатертью пока не до скатерти да наверное все покажу вам что у меня вообще получилось как я ее оформила но надеюсь я покажу надеюсь я покажу вам все таки состоится то жалко убирать ее например в шкаф до в рулон такую красоту надо уже завершить вот с этой работкой наверно пока все откладываем ее и и дальше я вам покажу что же я покрасила дизайну вот чудесные иглы вот этот наборчик у меня я показывала и я красила основу что же у меня получилось эксперименты продолжаются смотрите что у меня получилось я покрасила но я не знаю как вам показывать потому что сейчас смотрю в камеру просто белая линда просто белая здесь она немножко голубоватый оттеночек у нее и чуть поярче идут вот голубенькие разводе я не знаю по моему вообще ничего не видно жалко 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 какое но в этой покраске у меня получились вот такие вот синие точки от чего это получилось потому что я краску взяла для ткани она густая я привыкла брать краски для шелка или батика они жидкие эта краска густая и я видимо не до конца ее надо было дольше размешивать я не думала что там у нее на дне хлопья образовались из этой краски и когда я промакивала всю эту основу у меня вот эти вот хлопья попали на основу и тут же ее покрасили в темно-синий цвет вот сейчас это вымылось это уже не такие темно-синие пятна но они все равно есть поэтому я пока не уверена подойдет мне она для вышивки или не подойдет эта основа или мне надо что-то еще я покрасила еще один кусочек тоже небольшой опять же линда но здесь у меня был очень слабый такой раствор красочки и у меня цвета вообще практически нет она стала да не белая но и не голубая то есть недостаточно красящего вещества добавила краски поэтому наверное я еще раз ее под покрашу по насыщение разведу посмотрю что будет если мне не понравится тогда возьму вот эту с разводами она в принципе интересная если вот здесь разместить венок вот эти вот синие точки они уйдут их кое-где только будет видно но и ничего страшного потому что на самом дизайне если посмотреть как бы вот они часы своего рода да в таком тоже украшательстве новогоднем и кое-где снежинки я думаю можно эти снежинки расположить например где у меня получились ярко-синие точки тоже будет неплохо поэтому пока так но это всегда это всегда так не знаешь до конца что получится это надо красить каждый день и по многу красить чтобы примерно но то что хочется сразу тебя получилось первого раза я же крашу редко и пробуя новые краски всегда какой-то новый опыт получаешь мы посмотрим ладно решу 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 в этом году же я точно его начну мне надо уже еще раз красить эти вот дальше чем я занимаюсь я занимаюсь тем что вышиваю игрушечку я вообще не любитель игрушек сразу скажу у меня их на канале практически нет но наверное потому что я не на вышивалась девчонки наверно наборов не на вышивалась каких-то моих мечты да поэтому я не хочу тратить на мелочевку время мне не хочется и поэтому вышиваю крайне редко но раз в год я решила вышивать по одному малышу из этой книжки вышивка яна горкальцевой мне они очень нравятся они милашистые такие ну узнаешь себя своих друзей по двору как мы там были укутанные все в этих доставшиеся нам от старших братья-сёстер до шубках каких-то дубленочках каких-то несуразных но забавные они забавные я прошлом году вот вышивала вот такую вот валюшу она очень милая очень милая и мне нравится то что она двусторонняя для меня это приоритет был потому что я не люблю фетровую изнанку мне нравится что игрушечка будет двусторонняя я часто подхожу к елочке и и поворачиваю посмотрю что да как очень мне понравилась эта валюша особенно ее платок с кистями вот посмотрите какие кисти клевые такая вот красотулька висит на елке а у меня еще такой бзик случился два года наверное назад я решила что на нашей елке будут только советские игрушки и только стеклянные и купила набор на авито по-моему я нашла вот советских игрушек в хорошем сохранности в хорошей и украшаем только вот этими игрушками и вот хочу вот эту коллекцию до советских малышей тоже все вышить и украшать они хорошо вместе смотрятся вот в этом году я к компании ковалюша буду вышивать вот этого мальчика илюшу они принципе чем-то похожи у них похоже цветовая гамма даже ключ когда я стала подбирать нитки к илюше у меня оказалось почти все нитки есть потому что они вот здесь вот идут вот в этой девчули практически все там одного цвета по моему только не было вот я думаю они будут им весело вдвоем висеть будут на елочке здоровско но у меня тут тоже не обошлось без приключений вот у меня рестарт я начала вышивать на пластиковой конве вышивала вышиваю понимаю что я ошиблась и у меня просто не сходится по высоте я убежала на одну клеточку в принципе у меня нет в правилах что-то там я не перфекционист поэтому я думаю да ладно как-нибудь сравняется но потом я поняла что так как игрушка двусторонняя это не прокатит они просто не сойдутся здесь вот когда я вырезала вот эту валюшу да здесь все четко и все четенько и передней и задняя половинка все сошлись все хорошо вот а если я сейчас накосячила в передней половинке то задние то я буду вышивать наверно уже без ошибок и у меня явно где-то не состыкуется будет здесь просвет или еще что-то какая-то ступенька вот поэтому я решила сделать рестарт здесь уже не неизвестно где эта ошибка не помню поэтому буквально вот взяла пять кусочек пластиковой конвы и начала вышивать надеюсь конечно у меня еще маленькие очень продвижение всего лишь вот валенки вышила ну не знаю я у меня принципе я буду вышивать это такая отдыхалочка когда устала я нет настроения на что-то глобальное хочется отдохнуть в принципе самое то вот себя повеселить одну игрушку в год я выдерживаю больше я пока не выдерживаю вот одну игрушку я могу год вышивать вот такие вот у меня продвижения вот чем я занимаюсь последнее время есть какая-то спешка у меня почему-то куда-то я тороплюсь непонятно куда не знаю наверно у всех такая предновогодняя суета в голове какой-то сумбур немножко вот ну наверное это нормально сейчас уже здесь действительно скоро праздники скоро каникулы нужно что-то планировать какие-то подарки приготовления и так далее вот и еще я хотела вам показать была недавно в читай городе сто лет там не было просто зашла посмотреть хоть на книжные полки побывать в магазине вот и мне в руки прилетела можно сказать такая вот книжечка просто она сама на меня смотрела они выставили вот классику всю с таким интересным новогодним кантиком вот этим красным я понимаю что это маркетинговый вход но я на него попалась вот решила купить книжку я ну и в то же время думаю зачем мне покупать я в интернет-магазине с большущими скидками это все могу купить но думаю нет надо поддержать тоже магазин чтобы они были они не закрывались ну вот и я купила себе такую вот книжку это мысли и дневники и она кронштадтского уникальная личность уникальная просто уникальная читал его биографию вот и мне хотелось конечно почитать именно дневники здорово это издательство я люблю здесь немножко мелковат шрифт но в принципе вот сейчас читаю достоевского тоже это это же издательство нормально глаза у меня не устают даже привод таком небольшом освещение при кроватном нормально вот такая вот книжечка для настроения я думаю это будет хороший подарок и себе на праздник и близким какую-то книжечку подарить здорово вот такое маленькое отступление на этом пока все до скорых встреч спасибо большое всем за внимание всем пока пока